всем доброе утро все везде как народ ходит у нас если бы не ветер то можно было бы подумать что довольно таки тепло но это на самом деле нет так ветер холодный ледяной вообще пипец поэтому весна где-то затерялась и не хочет к нам возвращаться на море шторм сейчас поближе я там покажу вам ну видно что белые шапкина на волнах я даже на работе ноги все отморозила хотя иностранцы ходят уже в майках не знаю как они не мерзнут туристы как им так тепло не знаю я вот этого не понимаю типа испания начать тепло жарко нифига и ветер если ледяной то и нифига не жарко а я сейчас приду знаете что буду делать окрошку я вчера на ночь яйца сварила ну окрошку что это такое оливье заправлены кефиром ну или квасом у нас квас не найдешь кефиром я квасом знаете еще не люблю я люблю квас такой деревенский белый хлебный который меня бабушка делала вот это был квас но он даже вот магазин на который продается вообще не похож то есть он не был не сладкий какой-то я не знаю такой больше не пробовал возможно разговаривать и вот про квас вот тот квас который продается ну типа бочковой или там вот очаковский это как говорится я тут мужу объяснял что это русская кока-кола а вот именно у бабушки который хранился в погребе бедрами варила холодец какой был с квасом другой стороны и с хреном боже такой вкуснятин такого я уже наверно никогда жизни не попробую рецепты кстати да чарли да что ты мне все ноги спутал бегать туда-сюда туда-сюда там у него недруг живет рядом вот он на него а люди которые идут и думают что это на них хочет полапкать вот в этом доме просто живет его нелюбимый видите слышать у них за ним взаимная симпатия но у них взаимная симпатия но там собака такая знаете овчарка черная здоровый-здоровый то есть мой чарли ему на один зуб только но не знаете как гавкают вот так вот они ни разу не встречались лицом к лицом как говорится но уже не любят друг друга так вот затерянные рецепты которые уже не около спросить кто-то бульон варит вкус который мы никогда уже не попробую но вкус остался в мыслях и будем его хранить и Крошки все приготовлены. Это картошка, которая сделана в духовке. Укропчик, лук, редиска, огурец. Колбасы нету, буду вот такую ветчину резать и яички. Я сразу на пару раз все это нарезаю, чтобы, знаете, не сегодня поем, завтра поем. А потом просто кефиром заливаю с водой и все. Так что приступим к нарезке. Продолжение следует... Вот такая получилась у меня окрошка. Сейчас я сюда положу порционную часть и залью все это кефиром с водой, посолю, поперчу. Может быть лимона добавлю, посмотрим. А вы что еще добавляете в окрошку? Может быть еще что-то надо туда положить? Я просто не знаю. Не знаю, я как-то вот так все привыкла, как говорится. Не знаю, может быть еще что-то туда кладут. Если кладут, то напишите, что вы еще добавляете. Если муж у меня окрошку, честно не знаю, я даже ему не предлагала ее. Мне кажется, один раз он как-то ел на каких-то наших посиделках. Ну, я даже и не предлагаю, так как еда у него своя есть там. Ну, в смысле своя. То, что он точно ест 100%. Поэтому я-то не буду, знаете, сейчас наделаю, а он это не будет есть. И что потом мне опять к станку и опять готовить что-то. Ну, в принципе, он и сам может приготовить. В общем, не рискуй. Так что всем приятного аппетита. Вы знаете, поела я окрошку и так замерзла. Все-таки еще время такое, что что-то горячее нужно есть. Поэтому себе сделаю чай. Прям задубела. Нос ледяной. Причем вот сюда выхожу. Здесь на улице вроде бы тепло. Но знаете, ветер такой дурацкий. Что не поймешь, что почем и как. У меня тут машинка стирается. Сейчас пойду еще вывешивать. А там такой витрюга, не улететь бы нафиг. Ну да ладно, одену что-нибудь и пойду вывешивать белье. Блин, там стирки еще на две машинки. А у меня машинка, знаете, огромная. Вот смотрите, какая она у меня огромная. То есть у меня белья очень много влезает туда. Тут написано 8 килограмм, наверное, да все 10 килограмм влази. Вот. И таких будет 3. А что, дожди всю неделю стирки не было. Поэтому сейчас настираем. Но с ветром быстро все высохнет. Так что вешать, блин, при ветре как. Ладно, сейчас чай подклю, согреюсь хоть немного. Музыкальная школа, слышите? Ветроган у нас, это просто пипец какой-то. Я даже чувствую, как у меня кроссовки продуваются. Ужас. Мы тут новые дебри проводим. Проходим. Сговаривать, конечно, невозможно. Когда ты станешь большим сыном. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас уже темнеет. Время-то, в принципе, и поздно уже. Ой, сижу, смотрю телевизор, жду по первому каналу, когда тут покажут, какая погода будет. Нас ожидает. Смотрите, цветочки сейчас все буду выбрасывать. Они уже свое отжили. И, знаете, сейчас смотрела первый канал. И там, ну, там, знаете, типа Малахова, что ли, передача такая идет. И на фоне, фоном играла русская песня. Какая-то, знаете, обычно очень часто звучит песня. Мама Люба, давай, давай, давай. Вот эта песня вообще очень часто звучит. Особенно, когда она, не знаю, года три назад. Ну и по сейчас. А это какая-то новая, прям современная. Я даже не поняла. Так как она фоном играла. Они говорили между собой. И вот я не поняла. Я сразу даже прислушалась. Думаю, она ли. Так что наши русские песни довольно-таки уже часто, ну, как часто, можно услышать. Кроме фильмов, так еще и можно. Кстати, я фильм испанский смотрела. Знаете, какой? Сейчас посмотрю. Вот, Во время грозы. Называется Дуранты Ла Турмента. Во время грозы. Классный фильм. Вообще, прям, мне очень понравился. Так что вам, если нечего посмотреть, можете посмотреть. Это о том, об испанских песнях. Песнях. Фильмах. Ой, я сейчас просто лежала. Мозги отключились уже. Уже работают на сон. Ну, сейчас еще пойду чайку выпью. Еще рано спать-то. Куда мне еще спать-то? А еще, знаете, этой ночью я что, проснулась вообще? Просыпаюсь такая. От звука, от крика. От такого душераздирающегося женщины. Да? Думаю, блин, кого-то режут на улице. Прям, не знаю, было часа три, наверное. Прям звук такой. Думаю, кого-то режут на улице. Женщину прислушиваюсь, прислушиваюсь. И прям, у нас же Март, да? Март. И прям такой, прям звук, прям такой. Оказалось, кошка или кот. Блин, они же как-то... Вот так как-то у них же... Когда Марта, у них специфический крик, ор. И она как начала так орать. Я думаю, блин, а прям вот спросоний, не поймешь. Че? Кто орет? Я так испугалась вообще. Думаю, кого-то... Что делать? А еще у нас, знаете, что был случай просто, когда мы жили в той старой квартире? У нас рядом, напротив, был парфюмерный магазин. В течение года, наверное, его раза три грабили. Вот действительно. Наверное, специально кто-то заказал, чтобы его разорили, этот магазин. И вот его раза три грабили. Так как я сплю, одним глазом сплю, вторым нет. Слышу одной ночью прям такой стук. Пум-пум, что-то ломают. Вот, выглядываю в окно, а там грабители в масках быстро ломают стекла. Ну, там стекла специальные. Они их, естественно, никак не могут сломать. И они вот это вот ломают. Среди ночи, наверное, часа три, наверное, было. Я быстрее будешь у мужа, говорю. Давай, скажи мне номер телефона полиции. Естественно, я никогда не знаю номер полиции. Ну, и когда еще переживаешь, волнуешься вот так, то ни хрена ничего не помнишь. Он, че, че? Я говорю, че, че? Потом расскажу. Говорю, давай мне номер телефона полиции. Он мне быстро сказал. Я быстрее в полицию звоню. Говорю, здесь грабят. Ну, быстренько адрес им сказала. Вот. Я сначала начала с адреса. Говорю, здесь грабят. Прям вот сейчас вот при мне. Блин, жалко я тогда. Канал у меня не было. А то бы все засняла, как говорится. На ладони. Прям там, я не знаю. Нас отделяет 10 метров. Вот. Вообще, как, знаете, бывал триллер какой-то. Или детектив. Не знаю, что. Они грабят. Я тут с полицией разговариваю. Вот. Ну, они быстро там это. Ну, не знаю, быстро или нет. Естественно, те быстро залезли, пока я разговариваю с полицией. Что-то они там делали. Быстро садятся в машину. Ну, уезжают. Тут как раз поезжает полиция. Она за ними едет. Прям буквально не останавливаясь. Включая эти мигалки. В общем, пипец. На следующие дни к нам приходили, ну, работники полиции. Спрашивали, что почем и как. Что видели. А что я видела? Я нихрена ничего не видела. Людей в маске. Они за ними гонялись там в течение, не знаю, которого времени. Нашли только машину брошенную. Она, естественно, была угнанная. Не знаю, сколько уж там денег они, чтобы надо было угнать машину для того, чтобы ограбить этот магазин. В конце концов, его этот магазин закрыли, потому что, ну, три раза подряд его грабили. Представляете? Они его только отремонтируют, да. И опять через буквально два месяца его опять грабят. И в конце концов он закрылся. Но это был как адреналин. Я там из-за шторочки наблюдала. Вот. Я не знаю, сколько времени назад это было. Но не было еще у меня ни Инстаграма, ни хрена ничего не было. Жалко. Вообще, а то бы засняла прям, как говорится. Прям вот я никогда не участвовала. Ну, меня грабили, конечно, с ножичком. Мне ножичек подставили в бок. Но все это не то было. А вот так вот, чтобы видеть, как грабят. Как это стекло, оно там толстенное. Потом, естественно, решетки поставили. Ну, и с этими решетками тоже грабанули. Решетки подняли. Тоже все разбили и все так же грабанули. Мне кажется, это был заказ какой-то для того, чтобы вот именно разорить этот магазин. Потому что иначе... Ну, парфюмерный магазин там помимо всяких духов, туалетных вод продавались всякие... Хозяйственные эти вот... Как стиральные порошки, вот мыло, все такое, шампуни. Такой вот магазин. То есть не особо, знаете, не ювелирный какой-то, а вот обычный рядовой магазин. Особо там выручки у них тоже не было. Да я и не думаю, чтобы они ее оставляли в магазин. В магазине. Так что вот так вот. Вот, а тут я ночью это думала, что кого-то режут вообще. Потом я только поняла, что это коты на улице. Вот пипец, представляете? То раньше у нас сосед, помните, я летом говорила, они там с девушкой занимались. Вот. То теперь, говорю, режут кого-то. Ну, нет, никого не прорезали, не урезали. Ой, ладно, вот такую вот вам историю детективную. Что-то в жизни не происходит. Правда вообще? Вообще все встречается. Главное, чтобы это нас не касалось. Главное, чтобы это было как в кино. И чтобы нам не приносило, как говорится, боли, неудачи, разорения. Чтобы это все проходило стороной. А все остальное мы переживем. Вот. Так что всего вам самого лучшего. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну, все как обычно, набор. И как раз, наверное, у нас будет сейчас, да, уже говорить погоду. Узнаем. Пока показывают, знаете, что? Что везде снега. Что везде снега. Что везде все заносит. Видите? И очень везде холодно. Вот. Все показывают. Так что всего вам наилучшего. Будем смотреть и ждать тепла. Всем пока-пока. До завтра. Пока-пока. Продолжение следует...